Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программы «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Президентский фонд культурных инициатив был создан в мае 2021 года и уже в июне начал принимать проекты на конкурс. От Якутии в конкурсе приняли участие 236 заявки, было подано, и в финал вышло 33 претендента. И сегодня у нас в студии исполняющие обязанности заместителя министра Министерства по делам молодёжи и социальным инициативам Республики Саха-Якутия Надежда Махначевская. Здравствуйте, Надежда Вячеславовна! Добрый день! Директор Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, кандидат культурологии, руководитель проекта, победителя фонда культурных инициатив Евдокия Винокурова. Здравствуйте, Евдокия Петровна! Добрый день! Руководитель отдела Государственной филармонии Якутии имени Кривошапка, представляет Союз музыкальных деятелей Якутии Ольга Николаевна Фоменко. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, можете во время прямого эфира позвонить нам и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Надежда Вячеславовна, расскажите, Республика раньше успешно принимала участие в конкурсах фонда президентских грантах и впервые приняла участие в конкурсе фонда культурных инициатив. Расскажите о конкурсе, сколько было от Якутии подано заявок. Спасибо за вопрос. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Фонд культурных инициатив в этом году создан впервые под учредительством фонда президентских грантов. Вы правильно отметили, что некоммерческие организации Якутии очень активно и успешно участвуют в грантовых конкурсах, проводимых как на федеральном, так и на региональном уровнях. И этот год у нас стал тоже таким интересным годом в том плане, что те направления, которые раньше у нас были в фонде президентских грантов по культурным направлениям, они сейчас отошли в другой совершенно отдельный конкурс под фондом культурных инициатив. Так, заявки на конкурс принимались с 15 июня по 30 июля. И опять-таки наши общественники, наши инициативные граждане, наши муниципальные учреждения, культуры, индивидуальные предприниматели приняли очень активное участие. И от республики подано на этот конкурс рекордное количество проектов. Это 236 проектов. Такого раньше не было. И если сравнивать, допустим, с другими регионами Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа в частности, то мы, конечно, занимаем одну из лидирующих позиций в Российской Федерации и лидирующую позицию в Дальневосточном федеральном округе. И по числу выигравших тоже? По числу выигравших тоже. 33 победителя у нас на общую сумму более 34 миллионов рублей. Ну вот расскажите о тех вот грантах победителях. Кто? Ну, самое интересное то, что в этом году, если раньше фонд президентских грантов, значит, конкурсы объявлял только для некоммерческих организаций, то в этом году фонд культурных инициатив, он расширил участников, то есть участвуют как некоммерческие организации, так и муниципальные учреждения культуры и индивидуальные предприниматели. Если судить вообще о самих участников, конечно же, больше всего проектов было у нас от некоммерческих организаций, затем у нас идут муниципальные учреждения культуры, ну и два проекта победителя у нас есть от бизнеса, то есть индивидуальных предпринимателей. А вы не будете перечислять, да, какие гранты победители? Ну, их на самом деле 33, поэтому я думаю, перечислять их, у нас даже эфира, наверное, не хватит, можно со всей информацией знакомиться на сайте правительства республики Саха-Якутия, на нашем сайте, на сайте Министерства культуры и духовного развития. Вообще, по участию в этом конкурсе была проведена огромная работа под председательством, заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, наше министерство, Министерством культуры и духовного развития. Конечно же, наши ресурсные центры республиканские очень здорово помогли участникам конкурса, ну и, конечно же, это администрации УЛУСов и районов нашей республики. Ну вот чувствуется, что очень такая большая подготовительная работа, да, потому что очень много было подано заявок и много выигравших гарантов. Да, и тут нужно отметить, впервые на этот конкурс вообще были от республики предоставлены письма поддержки не только от министерств ведов, от администрации, партнёров, как бы организации партнёров, да, но и в частности от главы республики Саха-Якутия были предоставлены письма поддержки от правительства республики Саха-Якутия. Это на самом деле очень большое подспорье для участников грантового конкурса. Ну давайте тогда к грантополучателям обратимся, да, вот Евдокия Петровна, вот ваш грант, молодёжный фестиваль патриотической песни «День героя», приуроченный к столетию Героя Советского Союза Великой Отечественной войны Фёдора Попова, да, вот как вы узнали о конкурсе, вот расскажите о вашем опыте участия в этом конкурсе. То, что будет проводиться конкурс, мы это ожидали достаточно давно, с самого начала, как только стало известно, что культурный блок будет отдельно проходить в рамках президентского конкурса. И, естественно, нас информировало об этом постоянно и наш учредитель от управления культурой и духовного развития города Якутска, Министерство культуры и духовного развития. Кроме того, мы также в постоянной связке с Министерством молодёжи сотрудничаем и консультируемся по этому поводу, да, и также вот Единый ресурсный центр. Мы прошли несколько вебинаров Единого ресурсного центра. Ну, кроме того, у нас уже есть опыт проектной грантовой работы. Это уже третий грант, который мы выиграли за год, да. Первый – это был всероссийский грант «Молодой душой», второй – это вот грант Илдархана, и вот третий грант – фонда культурных инициатив. Для нас это очень значимо. Естественно, мы этого ожидали, и мы обязательно для себя поставили задачу принять участие в этом конкурсе. Ну вот расскажите о вашем… О нашем проекте? Да, о вашем проекте. Мы, если говорить честно, даже долго и не думали, да, какой проект представить на этот конкурс. Дело в том, что уже давно было известно, что в этом году у нас будет праздноваться на 100-летие нашего первого героя Советского Союза, да, из якутян – это Фёдор Кузьмич Попов. И как раз вот совпадает его юбилей практически вот 8 декабря вот у Фёдора Кузьмича, а 9 декабря – это День Героев Отечества. Это всероссийский праздник, да. И мы подумали, что это как раз очень хорошая возможность совместить эти два события, и чтобы наша молодёжь знала и о нашем герое, и об этом празднике, да. Мы провели опрос, почти 500 человек из числа молодёжи, и выяснилось, что большая часть не знает, что есть такой праздник День Героев Отечества, и даже 43% молодёжи не знали про Фёдора Кузьмича Попова. Поэтому вот наш проект, он нацелен на то, чтобы популяризовать этот просветительский проект, и мы хотим сделать его в форме такого праздника. Ведь песня, ну, как говорится, песня нам строить и жить помогает. В то же время песня, она начинается вот с первых дней жизни человека, вот с колыбельной матери, да. И песня, она очень хорошо передаёт вообще культуру, да, воспитание менталитета, воспитание культурных ценностей. Поэтому мы посчитали, что этот проект будет одобрен, даже сомнений у нас не было. Поэтому мы очень надеемся, что наши коллективы, это могут быть и школы, и детские школы искусств, и просто вот какие-то самодеятельные, да, авторские коллективы. Мы ждём вас, наши партнёры, это Центр аудио-визуального наследия. У нас обязательно будет использована кинохроника, значит, тех времён, да, чтобы совместить вот визуальные ряд, вот именно тех событий, да, и исполнение песен. Потому что это будет производить очень сильное впечатление, и я думаю, что наши участники это запомнят на всю жизнь, как бы это громко ни звучало. Но это конкурс будет республиканский, да? Это конкурс, вообще мы его намечали, раньше он был как городской, теперь мы хотим уже расширить границы и масштабы, и провести в республиканский. Тем более, что Фёдор Кузьмич Попов — это всё-таки личность такого большого масштаба. Поэтому это будет, да, мы постараемся, чтобы это был как можно больший охват. Первый этап дистанционный, а финал он будет, постараемся, я надеюсь, что это будет в очном формате, на нашей красивой сцене, новой сцене Центра культуры Гагарина. И вот наши партнёры, это также народный депутат Государственного собрания Данила Туман, Иван Иванович Данилов, да, от него будет специальный приз. Также вот Мегина-Кангалаское землячество тоже присоединились к нашему проекту. Родина-героя. Да, Родина-героя, да, и сегодня вот мы вот находимся в тесной связи вот с родиной, малой родиной вообще Фёдора Кузьмича, да, будем использовать материалы музея Фёдора Кузьмича Попова, вот, и также нашими партнёрами является Риском авиации, Американский комитет авиационных работников. Ну, вы находитесь в порту. Да, да, поэтому будут призы также для победителей. Ну, Ольга Николаевна, вы являетесь, вы представляете Союз музыкальных деятелей Якутии, да, и у вас грант «Музыка и слово» аудиокниги для слепых и слабовидящих. Вот, скажите об этом проекте. Ну, я скорее представляю филармонию Якутии, которая является членом Союза музыкальных деятелей Якутии. И вот проект этот, который мы готовили, это, в общем-то, идея была филармонии, да, подготовить такой проект. И мы сделали его не сразу. Мы этот проект заявляли ещё раньше, но не выиграли. Вот, и мы его доработали очень долго и упорно. И, в общем-то, в этот раз победили. Вот, поэтому нам, конечно, это очень радостно. И впереди мы представляем, что приедет большая у нас работа ждёт по этому гранту. Ну, это будет, вы будете аудиокниги, да, создавать? Да, дело в том, что наш партнёр, давний партнёр Республиканская библиотека для слепых, она имеет в своём формате, в своём архиве, да, много книг, ну, 80% — это аудиокниги. Но они в основном все на якутском языке, а музыкальных книг вообще нет. И мы хотели восполнить вот этот пробел. Ну, мы разговор наш продолжим через несколько минут. Сейчас мы прервёмся на рекламу. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. В программе «Якутск сегодня» сегодня говорим о победителях президентского гранта культурных инициатив. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Дорогие друзья, пожалуйста, звоните, задавайте интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Ольга Николаевна, вот вы говорили о вашем проекте. Да, я хотела бы сказать немного о нашем партнёре в проекте. Это Республиканская библиотека для слепых. Так вот, фонд Республиканской библиотеки для слепых в Якутске насчитывает около более 130 экземпляров книг. И 80% этих книг имеют специальный формат. Значит, слушатели их, то есть они слушают, читатели их слушают на Тифло флэш-плеере. Это специальный формат. Аудиокниги. Количество записанных книг, библиотека имеет свою студию звукозаписи, и количество книг уже насчитывает более тысячи. Дикторами приглашаются артисты театров города Якутска. И в год выходит примерно 60 аудиокниг. Но в основном эти все книги на якутском языке. И, в общем-то, мы хотели тоже вот этот пробел восполнить, потому что не все же владеют, люди есть разных национальностей. У нас Якутия многонациональная республика. В общем-то, мы этот пробел тоже хотели вот как-то устранить. И основная цель была сделать именно литературно-музыкальные композиции. Нам запланированы выпустить три аудиодиска, общим тиражом 600 экземпляров. И первая книга — это будет аудиодиск «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина с музыкой Свиридова. Вторая аудиокнига — это «Поэты Серебряного века». Здесь будут звучать стихи якутских и русских поэтов и музыка якутских и русских композиторов. И третья — это арктические новеллы. Здесь тоже мы хотим прозу и стихи именно якутских авторов, якутских и русских авторов, чтобы это было интересно, чтобы это было музыкально, чтобы звучали наши коллективы профессиональные. Это симфонический оркестр и струнный ансамбль «Арка Арктика». Ну, это будет как театральная постановка, да? Да, это будет типа театральной. Потому что раньше был только дикторский текст в этих аудиокнигах, а это будет уже как театральная постановка с музыкальным оформлением и с художественным словом профессиональных артистов. Да, да, да. И мы, конечно, это будем всё сводить, записывать отдельно наши оркестры, наши музыкальные коллективы. И в студии звукозаписи библиотеки уже будут записываться именно артисты. У нас подписан договор с Татьяной Легантьевой, артистка Саха-театра, и Степаном Федоренко. Ну, я надеюсь, что всё у нас будет в силе, что ничего не изменится. И ещё у нас будут принимать участие студенты Арктического института. Культуры и искусств. А срок реализации проекта? Мы до конца года 22-го. Уже должны закончить? Да, должны закончить. Интересно. Надежда Вячеславовна, вот расскажите о географии. Ну, география по подаче заявок на крантовые конкурсы у нас ежегодно. Ежегодно, с каждым разом расширяется. И этот конкурс культурных инициатив у нас затронул 31 район и 2 городских округа республики. Ну, наиболее активными, конечно, город Якутск, где расположены у нас на территории города Якутска самые крупные некоммерческие организации. Их количество очень достаточно большое. 14 же, да, грантов победило только из города Якутска? Из города Якутска у нас победило 13. А подали заявки 106 проектов, да. С Мегина-Кангаласского района подали проекты 12 организаций. С Кабяйского района 11. Ну, вот про Кабяйский район. Они у нас очень активные. Кабяйский район вообще по участию в грантовых конкурсах. Это Кабяйский, Горный, Амгинский, Чуропчинский, Хангалаский, Намский. Ну, вот эти вот районы мы, конечно, по активности выделяем. С Амгинского и Свилюйского района подано по 10 заявок. Ну, и если говорить про географию тех проектов, которые получили поддержку, это 16 районов, практически половина нашей республики. Но больше всего поддержано заявок, конечно, в городе Якутске. 13 заявок, да, мы уже сказали. Мегина-Кангалаский, Мирнинский, Нерубинский, Чуропчинский. По две заявки. И очень радует, что у нас активными стали, несмотря на проблемы с интернетом, как всегда говорят, это наши арктические районы, Абыйский, Аннабарский, Оленёкский район. Так, а если говорить вообще о подаче некоммерческих организаций, то 111 заявок было от НКО, социально ориентированных некоммерческих организаций. Из них 19 поддержано, от муниципальных учреждений было подано 85 заявок, и 12 поддержано, и индивидуальных предпринимателей 40 заявок, и поддержано 2 заявки. Так, самыми популярными направлениями, если мы смотрим аналитику в разрезе направлений, да, это образовательные наставнические проекты, проекты креативных индустрий и проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий, и межотраслевые, сетевые, культурные и кросс-культурные проекты. Что особенно порадовало нас, как основных организаторов по участию в подобных грантовых конкурсах, это, конечно же, те суммы, которые получили наши организации. Такие суммы мы видим, к сожалению, не во всех конкурсах, которые проводятся. 16 проектов у нас поддержано на сумму до 500 тысяч рублей, 5 проектов на сумму до 1 миллиона, 6 проектов на сумму до 2 миллионов, и 6 проектов на сумму до 3 миллионов рублей. Это, на самом деле, достаточно крупные проекты, достаточно крупные суммы. И филармония Якутии тоже является одним из передовых по сумме поддержанных проектов. Разница есть по фонду президентских грантов было, и вот сейчас фонд культурных инициатив? Да, ну, вы знаете, есть небольшая разница в оформлении самих проектов, там по проектному управлению есть свои отдельные нюансы, но самая большая разница, вот то, что у нас фонд президентских грантов поддерживает только социально ориентированные некоммерческие организации, как у них в положении это прописано, неправительственные организации, то есть в составе этих организаций не должно быть учредительства государственного или органов муниципальной власти, но и поддерживается муниципальное учреждение и индивидуальные предприниматели. Это самая значительная разница вот этого конкурса. Ну и вообще, если в целом рассказывать про конкурс фонда президентских грантов, он у нас проводится два раза в год. Сейчас как раз идет прием заявок на первый этап, на первый конкурс 2022 года. Он у нас стартовал с 1 сентября и продлится до 15 октября. Пользуясь случаем, я хочу призвать наше НКО республики принять активное участие. Мы, конечно, и наше министерство, и наши ресурсные центры, и администрации муниципальных районов всегда готовы поддержать и помочь в оформлении этих проектов. Идеи у активных людей, идей очень много. Мы не зря... Я всегда говорю, что некоммерческие организации нашей республики это самые такие ярые патриоты и самые активные люди. Это не просто слова, они фиксируются теми цифрами, которые мы видим. Допустим, на фонд культурных инициатив, если от нашей республики подано 236 заявок, в нашей республике, вы знаете, проживает около миллиона рублей. Миллиона мы не достигаем. Человек, скажите. А, человек, да. И в Приморском крае, допустим, проживают около двух миллионов человек, то из Приморского края подано всего 111 заявок. Разница колоссальная, огромная, поэтому мы всегда говорим, что наши граждане, они самые активные и такие самые идейные. Да. Ну вот это же вот как бы целая, это огромная возможность, да, вот 236 подали, из них 33 победили, но все остальные, им надо просто дальше помочь. Да, это вы очень правильно заметили. Мы в прошлом году, вы знаете, у нас были учреждены гранты главы республики Саха-Якути, гранты Илдархана, как его называют в народе, да, где мы объединили все субсидии и гранты, которые предоставляются некоммерческими организациями из бюджета, государственного бюджета республики Саха-Якутия. То есть подключились к этому гранту и Министерство труда, и Министерство образования, и Министерство культуры и так далее. И по всем направлениям мы сейчас, как уполномоченный орган этого грантового конкурса, проводим конкурс. И мы являемся первым и единственным регионом Российской Федерации, которые взяли в форму заявки на фонд президентских грантов ровно по аналогии, ну, на Илдархан, то есть ровно по аналогии с фондом президентских грантов. То есть если наши организации не выигрывают в фонде президентских грантов, мы их просто дорабатываем с учетом замечаний экспертов, независимых экспертов, которые проверили, и подаем на конкурс грантов главы республики. То же самое, на грантах главы не выиграли, доработали и подали на конкурс фонда президентских грантов. Это на самом деле очень большая возможность, и не надо готовить проекты по разным формам, как раньше было, да, на этот конкурс один проект готовим, на второй конкурс мы его вообще в другую форму перекладываем. Это и как бы... Или вообще откладываем в сторону. Да, 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 да. Временные затраты снижаются, и трудозатраты, ну, как-то так. И мне кажется, для наших некоммерческих организаций это достаточно большое подспорье, чтобы участвовать в конкурсах. Ну, давайте еще с вами поговорим, да, вы, может быть, еще расскажете. Ольга Николаевна, вот вчера открылся международный конкурс, да, «Северное сияние». Международный арктический музыкальный фестиваль «Одиннадцатый». Одиннадцатый международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние», да. Вчера мы открыли в культурном центре Сергея Ляхские огни, концерт состоялся. Концерт был в рамках третьего международного северного форума, был посвящен Дню Государственной Республики Саха-Якутия. Ну, после рекламы мы вернемся в студию. Сейчас мы прервемся на рекламу, через две минуты мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем. В прямом эфире программу «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. У микрофона Любовь Петрова. Тема сегодняшнего нашего разговора – победители Фонда культурных инициатив, президентского фонда культурных инициатив. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Ольга Николаевна, вот про фестиваль, пожалуйста. Да, немножко про фестиваль. Разные годы наш фестиваль был представлен в Москве, в Санкт-Петербурге, в Хабаровске, ну и, конечно, в Якутске. Мы стараемся привезти сюда каких-то известных музыкантов, но и самим показать наш фестиваль за пределами республики. Поэтому вот в этом году мы ждем... У нас в гостях органист приедет Детшибал Григоруце. Он родился в Румынии, но сейчас живет и работает в Иркутске. Исполнителя на бас-балалайке Михаила Дзюдзю из Санкт-Петербурга. Будет очень интересный концерт, странствующий, контрабас. Потом мы ждем джазовое трио Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга и Рональда Бейкера. Это вокалист и виртуозный скрипач из США. Будет очень интересный джазовый концерт. Закроет наш фестиваль симфонический оркестр под управлением дирижера из Франции Эммануэль Делюк Баром. Ну и, конечно же, будут радовать наших слушателей, наши коллективы. Это симфонический хор, струнный ансамбль Арка Артика, предет ансамбль балалайшников Баланск из Залдана. Будет очень насыщенная программа. Ну и, конечно, мы опять же вывозим наш фестиваль в Иркутск. Ой, прошу прощения, в Екатеринбург. Вот завтра буквально наш оркестр вылетает на гастроли. И там, в Екатеринбурге, пройдет очень важное событие для России, для культурной общественности. Это шестой симфонический форум России. И мы впервые, там оркестр наш будет выступать. Это очень ответственное и волнительное событие. Мы дадим три концерта. Один концерт состоится в Каменск-Уральске, дирижер Фабио Мастранджело. Второй концерт на большой сцене Свердловской Академической государственной филармонии. Тоже дирижер Фабио Мастранджело, тоже симфонический оркестр, программа русских композиторов. И 4 октября состоится концерт в городе Ирбит. Дирижировать будет Наталья Владимировна Базылева. И там мы дадим музыку именно якутских композиторов. Можно сказать, что вчера у нас состоялась генеральная репетиция. И звучала симфоническая фантазия Арктика Николая Михеева, потрясающая просто. Блог такой шёл Александра Бородина, ну как бы тут русская музыка, да, Россия. И также Петра Чайковского, богатырская. И завершили фантазией на якутские темы Юрия Степанова. Мы получили очень много положительных откликов, потому что вчера в зале присутствовали участники и гости симфонического, ой, северного форума, да. И сегодня даже на Ютьюбе у нас были отклики от корейцев. Это было очень приятно, да, потому что наш концерт ещё транслировался в рамках виртуального концертного зала в наши районы республики. Да, великолепно. Так что мы всех ждём на наших концертах. Филармонии в течение всего октября. Это музыкальный месяц. Приходите, ждём всех на наших концертах. Ну, Еда Кея Петровна, вам слово. Я бы хотела отметить также для тех, кто будет в последующем тоже участвовать вообще в грантовых конкурсах, что на самом деле вот наш фестиваль молодёжно-патриотической песни, да, это не только вот просто проведение самого конкурса как такового, да. У нас это программное мероприятие. И там заложены мастер-классы для педагогов и для участников, для детей, для молодёжи, да, по вокальному искусству, по хоровому исполнению. Также у нас мы должны вот в рамках вот нашего календарного плана сделать два подкаста с ветеранами вот в Великой Отечественной войне и боевых действий, да, и плюс ещё провести встречи молодёжи с этими ветеранами. Поэтому тут на самом деле, когда вы будете, вот я хочу, как в качестве пожелания, да, вот обязательно, чтобы это у вас была программа действий, а не просто в проведении там конкурса или концерта, или просто фестиваля, да. И хочу отметить, что вот родина Фёдора Кузьмича Попова, да, она богата нашими очень известными, творческими, талантливыми личностями, да. Это и Анастасия Варламова, например, да. А вот из молодёжи, вот всем известны, допустим, Уля Сергучёва, Джида, например, и также Джида, да. И также там можно перечислять и других, вот, допустим, Лазаря Сергучёва, да, очень нашего известного вот режиссёра сахадрамы. Поэтому там список очень обширный. Вот это вот, видимо, это какое-то вот уникальное место. Мы хотели бы туда вообще приехать, в этот наслед, в Атаганске, и воочию посмотреть, и в музей сходить, и прикоснуться к Сергею, который ставил Фёдор Кузьмич Попов сам. Да? Да, да, оно сохранилось. И мы это всё покажем во время нашего фестиваля. Вот нам обещал глава Атаганского наследа, что мы сможем воспользоваться этими материалами и показать на вот нашей большой сцене. Прекрасно. Надежда Вячеславовна, вот ещё о победителях, да, проекта. Ну, раз у нас время осталось, давайте я кратко расскажу о победителях. Ну, мы вот сейчас сидя тоже слушали, это на самом деле с восхищением слушала из первых уст рассказ про проекты. Это на самом деле, ну, такие проекты, они действительно и воспитывают молодёжь, и делают мир добрее, как бы банально это ни звучало, да, и на таких людях, вот, активных, наверное, держится наша земля. И благодаря таким проектам и воспитание в обществе, оно улучшается. И патриотическое, и эстетическое воспитание. Да, да. Ну, если немножко рассказать о тех проектов, которые у нас с разных районов поступили, да, допустим, в Аннабарском районе с помощью средств гранта Аннабарской библиотеки реализуется проект по организации молодёжного пространства «Навигатор». С целью повысить интерес молодёжи села Сосклах в сфере высоких технологий и развивать мотивацию личности к познанию творчеству. С Мирненского района, например, в Мирненском районе будет создан музей переселенцев села Тойхая, как дань уважения к памяти предков. Данный проект, вот, как раз один из победителей из бизнеса, индивидуальный предприниматель Габышева Дарья Дмитриевна. — Кстати, писатель наш Владимир Фёдоров, он как раз оттуда родом, с этого Тойхая. — Отлично. В Чуровчинском Улусе, вот, например, да, будет создан арт-галерея современного искусства «Планета Мунхалова», и в галерее у нас будет сохранена и изучаться популяризировано творческое наследие художника-графика Афанасия Мунхалова среди населения путем внедрения цифровых технологий. Допустим, молодежное общественное движение «Айтал» — «Твори, выбирай», да, выиграло грант на реализацию проекта создания мобильной экспозиции «Трасса мужества Аляска-Сибирь». — Аляска-Сибирь, да. — Одной из задач проекта это является информирование населения о вкладе якутян в победу Великой Отечественной войны. — Да, недавно приезжала с Москвы, приезжала с Министерства обороны, приезжала экспедиция, как раз вот по этой трассе Аляска-Сибирь они проезжали. — Да, я хотела бы отметить, что в будущем году будет юбилей вот этой вот перегоночной трассы, 80 лет, и очень большой вклад был внесен в том, что был перелом в ходе вот этой Второй мировой войны, и победа, как говорится, была за нашей страной. — Мы вот тоже готовимся к этому, поскольку у нас есть музей авиации в нашем Центре культуры, да. — У вас есть Иван Ефимович Негенбль, живет в вашем округе. — Да, да, да. — Портуском. — Пожалуйста. — Да, ну таких проектов очень много. Это вот мы смотрим сейчас только проекты Фонда культурных инициатив, вот подобные проекты и по Фонду президентских грантов, и на гранты Илдархана. Слушаешь и восхищаешься, да. Если идешь воочию и смотришь, то это, конечно же, в разы, в разы как бы удовлетворяешься вот той работой, которую ты на самом деле проводишь. И в этом, вот я отметила, что у нас проводится сейчас конкурс Фонда президентских грантов, и хочу тут отметить, что в связи с тем, что у нас вот культурное направление ушло в отдельный конкурс, в этом этапе у нас направления по конкурсу Фонда президентских грантов, они уменьшены. Раньше, если их было 13, с учетом направления по культуре и искусству, то сейчас их 11. Да, и в следующем году мы тоже ожидаем второй конкурс Фонда культурных инициатив. И если в этом году по всей стране у нас выделено было на этот конкурс 3,5 миллиарда рублей, то в следующем году по информации Фонда культурных инициатив эта сумма достигнет 8 миллиардов рублей. Ну и кроме того, если мы вообще говорим о грантовой политике в целом по Российской Федерации, то это Фонд культурных инициатив, это один из двух проектов, который Фонд президентских грантов в свой юбилейный пятый год запустил. Кроме того, многие, наверное, знают, что один из проектов это софинансирование региональных конкурсов. И мы, когда проводили конкурс грантов Илдархана, получили поддержку в размере 42 миллионов рублей. Ну и в завершении Ваши пожелания у нас осталось буквально 20 секунд. Я благодарю всех тех, все организации, всех неравнодушных людей, которые участвуют в конкурсах, в грантовых конкурсах, и посредством них реализовывать свои идеи в проекты. И призываю всех принять активное участие в этом конкурсе Фонда президентских грантов. Спасибо. Я бы хотела также добавить, что это продолжение нацпроекта «Культура». А национальный проект «Культура» — это на самом деле проект, который был предложен «Единой России». Спасибо. Я благодарю Вас за участие в нашем прямом эфире.